Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24. С вами Анна Москаленко. Перейдем сразу к выпуску. 74 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, выздоровело 79 пациентов. Также зафиксировано 4 смерти от коронавирусной инфекции. Всего же в крае почти 49 тысяч инфицированных. Из них 43,5 тысячи выздоровели. 878 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 339 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперативного штаба, тяжело больных 182 пациента. На аппаратах ИВЛ – 82. 24 апреля пройдет «Большой субботник» в Барнаульском парке «Изумрудный». Уборка его территории начнется в 11.00. Для тех, кто придет поработать, организаторы обещают развлекательную программу. Игры для детей, спортивную разминку, а также мастер-классы и лекции о сохранении окружающей среды. Также там пройдет акция «Подари вещам вторую жизнь». Участники «Субботника» и посетители парка могут принести с собой чистые ненужные вещи в хорошем состоянии. Их выставят на продажу. Вырученные средства пойдут на благотворительность. Организаторы отмечают, на «Субботник» нужно приходить в рабочей одежде. С собой желательно иметь перчатки и что-либо из инвентаря. Грабли, лопаты, метлы, секаторы или ведро для полива деревьев. Четвероногие сотрудники Алтайской таможни стоят на страже жителей края. Специалисты кинологической службы проводят досмотры грузового транспорта, личного багажа и даже самолетов. Лучших напарников ежегодно определяют по итогам краевых соревнований. За ними наблюдала наша съемочная группа. Кинологический отдел Алтайской таможни создан в 2008 году. Сегодня в нем работают 8 специалистов со служебными собаками. Они заступают на дежурство на таможенных постах края, проводят досмотры в аэропорту и привлекаются правоохранительными органами на задержание. Для собаки вся служба построена на игре. Для них это игра. То есть собака ищет искомое вещество и по итогу, когда она его находит, получает апортировочный предмет. Для нее это игра. То есть это обычный мячик, либо какая-то палочка. Но также в зависимости от темперамента собаки, собаки могут быть не только апортировщики, они могут быть и пищевики. То есть их можно поощрять лакомством. На службу берут собак только охотничьих или пастушьих пород – спаниелей, лабрадоров, немецких овчарок. Потому что у них очень развитое обоняние. Призывной возраст четвероногих – от 9 месяцев до 2 лет. Они проходят подготовку в учебных центрах Москвы или Анапы. Здесь каждая собака получает свою специализацию – поиск наркотических, табачных, денежных средств, а также взрывчатых веществ и боеприпасов. Затем собак распределяют по регионам, где местные кинологи продолжают их обучать. В соревнованиях участвуют все наши специалисты-кинологи со служебными собаками по поиску наркотических, сильнодействующих веществ. Естественно, мы используем в качестве искомого материала не сами наркотические вещества, а их имитаторы. На выполнение задания кинологу и его собаке дается 12 минут. Чтобы победить, нужно найти искомый предмет за максимально короткий срок. Сегодняшний рекорд – 11 секунд. Победители определят по итогам трех соревновательных дней, в течение которых собаки будут проверять легковые автомобили, багаж и продемонстрируют свое послушание. Юлия Шеламова, Денис Кузьменко, Новости. Победителями краевого финала лиги КС Баскет стали девушки из железнодорожного района Барнаула и славгородские юноши. Эти коллективы заслужили право выступить на всесибирском финале школьной баскетбольной лиги. Напомню, краевой финал КС Баскет прошел 16-18 апреля в спортзале Алтайского государственного аграрного университета. В нем приняли участие 8 лучших юношеских и девичьих команд по итогам отборочных турниров в 7 дивизионах. Впервые в лиге соревновались не коллективы конкретных школ, а сборные муниципалитетов. На этом у меня все. Еще больше новостей вы сможете найти на нашем сайте katun24.ru. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин